Вот такое объявление появилось на одном из подъездов Бакюрманщи-9. Дом управления обещает расправиться с кошками. Хотя в обслуживающей организации говорят, никакого отношения к этому не имеют. Кто написал объявление, нам выяснить так и не удалось. Одна из жительниц дома удивлена. У них никогда не возникало проблем с животными. Нет, у нас очень мало сейчас кошек. Кошек почти нет у нас. У нас подъезды очень часто. В целом по Нижниканску ситуация серьезная. Уже второй год, согласно федеральному закону, бездомных кошек и собак необходимо стерилизовать и выпускать обратно на улицы. Правда, сейчас в городе нет организаций, которая бы этим занималась. Стендер до сих пор никто не выиграл, потому жалоб становится все больше. Свой вклад пытаются внести волонтеры, но добровольцев не так много. Приютам постоянно нужна помощь. К тому же их преследует неудача. В одном из них произошел пожар. В другом лед разрушил домик. Вот с этой крыши упал. Вот в этом домике у нас лекарства хранились. Это осколки той самой ледяной глыбы, которая упала на крыше одного из помещений приюта. Ее разломали и по оценке волонтеров ее вес мог составлять примерно 400 килограмм. Тушенка, мясо и многое другое теперь пропало. Упадиглы бы немного правее, могли бы пострадать собаки. В приюте дорога домой их 110. Сейчас срочно требуется корм. Сухие корма, мясо, макароны, крупы. Все, что собаки едят, все надо. Бродячие животные когда-то были домашними. Волонтеры и ветеринары не устают повторять. Мы сами виноваты в проблемах братьев наших меньших. Подумать надо хорошенько, прежде чем животное взять. Это ответственность большая, как ребенок. Алмазка Шеф, Евгений Лозаев, новости НТР.